Настройка ленты вкладок Для активации ленты вкладок найдем кнопку Toggle Ribbon Или воспользуемся пунктом меню Customize Show User Interface И поставим галочку напротив Show Ribbon Мы можем развернуть Ribbon Для того, чтобы увидеть, что на ленте вкладок есть несколько вкладок В которые сгруппированы соответствующие команды Если мы привыкли работать в новых версиях программного продукта 3D Max То есть лента вкладок является одной из основополагающих во время моделирования Сюда же можно вынести все необходимые возможности Для этого мы с вами щелкаем правой кнопкой мышки для настроек Выбираем Ribbon Configuration и пункт Customize Ribbon После чего откроется диалоговое меню создания ленты вкладок Вот у нас присутствует здесь 5 вкладок, которые были до этого Значит, необходимо создать вкладку Назвать ее Ну, вернее Переименовать Задав имя соответствующей строке титул Вот Вкладка сразу меняет имя на лету Ну, можно задавать и остальные элементы, но мы пойдем по-простому Выберем после этого пункт к меню Panel Панель После чего, в принципе, можно добавить необходимые команды Добавив туда пункт Panel Панель Также ее можно переименовать Значит, там может быть одна или несколько групп Одна или несколько групп команд И туда перенести необходимые команды Поставить галочку Enable И данная вкладка будет активна с необходимым количеством команд Ну, установим несколько команд Для того, чтобы увидеть, как это все здесь отображается Если Здесь Будет достаточно большое количество команд Значит, они устанавливаются в качестве пиктограмм Расположение этих пиктограмм можно менять с помощью Вот этих вот элементов, которые называются Например, Row Break То есть, где у нас будет разрыв строки Вот где-то вот здесь устанавливаем 3х3 разрыв строки Вот таким образом можно оптимизировать пространство Для каждого элемента Также можно установить галочку Которая будет показывать Надписи Этих команд Но опять-таки, если это необходимо ShowText Ставится соответствующая галочка Ну, или можно задать Самому другие названия Чтобы они были По размерам немножечко меньше То есть, таким образом Если здесь необходимы В этой вкладочке Свои группы команд Мы берем Создаем еще одну панель Устанавливаем ее В необходимое место Называем ее И опять-таки Устанавливаем необходимые команды Которые мы хотим видеть На соответствующей группе Вот таким образом Достаточно легко и просто Можно создавать Вот такие вот На ленте вкладок Свои Группы команд Для использования Ну, на этом все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!